Всем привет! С вами тренер Анастасия Богатенкова, и я запускаю онлайн-группу для подготовки к соревновательному сезону в ездовом спорте. Я профессиональный тренер, серебряный призер чемпионата мира в категории каникрос. И хочу поделиться своим опытом и рассказать, как методики большого спорта применять в своем тренировочном плане. Вы получите пошаговый тренировочный план для базового этапа подготовки. Когда мы набираем свою общую выносливость, повышаем силу, скоростные качества мышц и ускоряем возможности своих результатов, скорости бега. Вы создаете фундамент, разбегав который поможет вам выйти в соревновательный этап на пике формы. Мы построим наш тренировочный план. Первый этап на 30 дней, каждой неделе решает свою цель. Первый этап это повышение объемов тренировок, общая выносливость, проработка техники бега, это разработка тактики и техники бега с пуском и подъемом, это умение работать на фоне утомлений и отрабатывать финишное ускорение. Вторая неделя это улучшение результатов, снижение объемов, улучшение и увеличение скорости бега. Это проработка темпового бега. Если мы хотим бегать быстро, а не кросс, и вообще быть быстрыми профессиональными спортсменами, эту тактику бега вы должны обязательно отработать и быть в ней совершенны. Мы закрепим дальше технику бега, мы укрепим связки колена-сухожилия, чтобы наш спорт был без травм, и закрепим итогово финишное ускорение. То есть умение набегать на каждой тренировке и умение раскладывать свои силы так, на стартовой дистанции, чтобы последние километры были те самые мощные и самые сильные, когда все остальные сдаются, а вы останетесь на коне. Третья неделя будет восстановление. Мы будем грамотно наблюдать за реакциями организма и не позволим уйти в стадию перетренировки. Грамотное планирование этапов восстановления, гибкости, снижения скорости. И вы поймете, как организм на это реагирует и как после этапа восстановления произойдет суперкомпенсация. Вы поймете, что это необходимо отдохнуть, чтобы стать еще быстрее, стать еще сильнее. На четвертой неделе вы увидите, как закрепитесь в своих новых скоростях, как на фоне общего утомления вы сможете сохранить свою скорость и быть еще быстрее. Мы проведем контрольную тренировку и отследим улучшение скоростей, разберем у каждого дистанцию, как мы научились раскладываться по дистанции и быть вот этими мудрыми спортсменами, которые каждый знает, как он должен отработать каждый этап дистанции, каждую часть. Мы еще раз закрепим тактику, технику бега. Мы проработаем интервальные тренировки на скорость, чтобы мы умели быстро стартовать и не бояться стартовой скорости. Мощная скорость собаки на старте очень часто выбивает из колеи и мышцы просто не слушаются за тем всю дистанцию. То есть мы разберем все важные моменты, на которые, быть может, раньше мы не уделяли нужного внимания. То есть это будет грамотный тренировочный процесс, который взят как шаблон из планирования методики постановки тренировки в большом спорте. То есть так тренируются наши сборники в легкой атлетике. По общей схеме так тренируются наши велосипедисты и биатлонисты. То есть это тот скелет, который помогает в любом профиле набрать вот этот эффект тренировочного сбора, фундамент, когда ты понимаешь, что ты раньше таким объемом своих способностей не обладал. Кровеносная система, дыхание, мышцы, мышление, концентрация на цели. Все эти составляющие мы должны расшевелить внутри себя и почувствовать, что сейчас мы можем гораздо больше. В общем, программа дистанционная. Она подходит начинающим и профессионалам. Мы будем вместе разбирать готовность каждого спортсмена и подбирать нужный темп. На общий каркас мы можем наложить скорости, и каждый станет на своем нужном этапе, на своем настоящем уровне физической подготовки быстрее и сильнее. Программа онлайн и дистанционно. Значит, сможет участвовать человек с любой точки планеты, из любого города. Достаточно просто доступ в интернет. Обещаю, будет интересно, здорово, душевно, семейная спортивная атмосфера. В общем, семья спортсменов, которые должны вместе вырасти и понять, что ездовой спорт – это тоже спорт, к которому мы должны относиться с уважением, с профессиональным подходом и знать все тонкости, которые влияют на результат. То есть их очень много. И это нужно внутри себя принять. Это будет некий архив, копилка знаний, которые вы сможете потом внутри себя трансформировать в лучшие результаты. И вот в эту цель быть победителем соревнований города, Ленобласти, другой области, Европы, чемпионата мира. То есть ставить себе высокие цели, ведь ездовой спорт – не на один год. И мы сможем год от года расти, если будем правильно анализировать каждый этап своей подготовки. Жду в команде.